А всем привет, друзья! Это МТА Провинция и обзор автомобиля BMW M5 E60. Погнали! В общем, автомобиль можно купить в Сосолоне города Мирного за 2 миллиона 300 тысяч. И, конечно, сумма не маленькая, но для кого как. Я играю на провинции довольно-таки давно, и я не знаю, почему я так долго копил эту сумму, потому что до этой тачки я поднялся за год. Ну, из этого времени, конечно, полгода не играл, но это уже совсем другая история. И вот совсем недавно, начиная с, не знаю, там, с декабря, то есть весь декабрь, полянваря, я просто накопил 2 миллиона, даже чуть больше. Это при том, что я там 2 недели не играл. Вот. По сути, я накопил на ещё одну BMW M5 E60. Но я буду брать немного другой автомобиль. Какой именно? Ну, как накоплю, вы, в принципе, узнаете. Это будет прикольный проект. На него взор тоже сделаю. А сейчас пробую Бэху. Максимальная скорость 252 километра в час. Разгон так 100 километров в час за 5 секунд. Очень хорошая управляемость, очень хорошее торможение, а также хорошая устойчивость на больших скоростях. Но, на самом деле, про это я не уверен, ну, именно в зимний период. Так как успел покататься я на Бэхе только зимой. Ну, как бы, на провинции сейчас зима и, в принципе, скользко. Поэтому я... Поэтому физика машин в провинции зимой немного другая. Как бы, она неплохо дрифтит. И её сносит. На очень больших скоростях её сносит. Но я думаю, это потому, что зима, скользко. И, как бы, ну, в это вся причина, я думаю так. Но так она очень хорошо едет, очень хорошо разгоняется, тормозит. И если начать тормозить и поворачивать куда-то колёса, то её вообще не снесёт. Но ни в коем случае не трогайте ручник. Иначе её понесёт в таком случае. Также не советую вам на большой скорости начинать поворот. Или, например, когда вы довольно-таки на большой скорости едете, отпустили газ, начали поворачивать. Потом добавляете газ. Её, скорее всего, занесёт. В лучшем случае, там ничего не будет, и вы просто следите за здоровьем. В худшем случае, вы очень хорошенько так умотаетесь об отбойник или ещё куда-нибудь. Объём топливного бака составляет 50 литров. Но здесь тоже небольшой минус. То, что она очень много кушает топлива. Серьёзно, я... Если брать, к примеру, для сравнения тот же Чайзер. Я заправил, проехал на нём 200 км. Ну, как купил, заправил его, полный бак, 70 литров. Проехал 200 км. И у меня ещё 10 литров примерно оставалось. Ну, чё-то такое, я точно уже не помню просто. А здесь же я проехал 100 км, даже меньше. И уже как бы необходимо было заправлять машину. Также кусается стоимость ремонта. Я не знаю, я читал на провинции инфо то, что стоимость полного ремонта 25 тысяч. Но это как бы многовато для автомобиля такой стоимости. В общем, какой итог? Автомобиль очень комфортный для поездок. По городу, по загороду. То есть, очень хороший разгон. Хорошее торможение. Это всё, что нужно для города. Конечно, она немного её сносит. Но тогда она не дрифтила бы. А на ней можно хорошие пятаки крутить. Вот. Поэтому, в принципе, моя оценка. Я думаю, 7 из 10. То есть, это не прям идеальный автомобиль. Есть минусы. Тоже топливо. Ну, как бы я... Минус не в том, что это как бы, да, денег тратить нужно дорого. И так далее. Именно про сам факт, что нужно постоянно заправляться. То есть, на том же я... Ну, не знаю, зачем я сравниваю с Чайзером это. Потому что это две автомобиля двух разных ценовых категорий. Но, если их сравнивать, как бы, да, то... На Чайзере ты залил топливо, там, полный бак. И гоняешь себе недели-две. Ну, может, неделю, может, две. И даже не вспоминаешь о том, что у тебя топливо тратится. А тоже немного всё похуже обстоит. В общем, покупать или нет, это дела ваши. Я лишь сделал обзор. Рассказал о характеристиках. Сделал свою оценку. В общем, спасибо, что посмотрели видос. Подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok